Девушки отдыхают Приводи друзей, знакомых, чтобы всем здоровым быть. Аптеки ВИТО. Ваше здоровье – наша забота. Добрый вечер. В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макарова. И вот о чем расскажем далее. Институт в огне. В Саратове от учебного пожара спасали эконом. Задействованы были все оперативные службы города. Был вооружен и очень опасен. Жительница Саратова стала жертвой нападения со стороны неуравновешенного автолюбителя. Большие деньги на развитие саратовского спорта. Каким клубом профильное министерство может выдать десятки миллионов рублей? Условия максимально приближенные к реальным. Все оперативные службы города сегодня были задействованы в командно-штабных учениях. Они прошли на территории социально-экономического института. Как спасали социально значимый объект от спланированного заранее пожара, видел Станислав Жижин. По легенде учений, пожар произошел в одном из помещений библиотеки на четвертом этаже. Для того, чтобы эвакуировать тех пострадавших, которые не смогли самостоятельно выбраться, была примена специальная автоматическая лестница. Для эвакуации людей с небольшой высоты использовалось вот такое специальное устройство КУБ. Это так называемая капсула, из которой подается сжатый воздух. И сейчас нам специалист расскажет об этом устройстве. Что это за устройство? Расскажите, пожалуйста. Для оперативной эвакуации граждан с высоты, где невозможны другие средства спасения, применяется такое пневматическое средство спасения, которое называется Каскад-5. Оно применяется для спасения людей с высоты от 7 до 20 метров, которое является безопасным. В городе Саратов строится большое количество высотных зданий, где применим такое пневматическое средство спасения. Это он очень сильно нам помогает при спасении людей, потому что мы не всегда можем спасти людей с помощью автолестниц и при помощи звеньев ГЗС. После того, как все находившиеся в здании люди с помощью лестницы и Куба были эвакуированы, к работе приступили поисковые бригады. Ведь здание многоэтажное, на каждом уровне много помещений. А значит, внутри еще могут находиться люди, пострадавшие от угарного газа. Используя специальное кислородное оборудование, специалисты МЧС проверяют все помещения на наличие пострадавших. Из-за сильного задымления приходится использовать исключительно кислородное оборудование. Используя кислородное оборудование, специалисты передвигаются организованно, используя вот такой вот трос для того, чтобы не потерять своих коллег во время пожара. Ведь жизнь огнеборцев также на волоске одного баллона сжатого воздуха хватает максимум на полчаса. А обследовать нужно все здание от очага до самой кровли. Исследует досконально каждый уголок задымленных аудиторий. К этому времени другие бригады огнеборцев уже подготовили средства пожаротушения. После обследования здания на наличие пострадавших специалисты МЧС приступили к устранению очага возгорания. Протянули вот такие специальные рукава от специальных пожарных гидрантов для того, чтобы потушить очаг возгорания. Вместе с оперативными бригадами на месте учения работали представители пожарного надзора и следовали подготовку здания не к условному, а к реальному пожару. Здание обеспечено противопожарной защитой в полном объеме. То есть само по себе конструктивно является здание второй степени огнестойкости. Плюс соблюдение режима внутри здания, то есть на контроле. Все противопожарные мероприятия в здании в соответствии с предписаниями и в соответствии с требованиями противопожарного режима выполнены. С локализацией условного возгорания оперативные службы справились за 20 минут с момента поступления сигнала на пуль дежурного. Полная оценка действием всех участников будет дана после разбирательства специальной комиссии. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов 24. Квартирное дело Александра Москалева получило продолжение. В отношении первого заместителя Балашовского района открыто еще одно уголовное производство, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. По версии следствия, в сентябре 2015 года Москалев распорядился выделить служебную квартиру из жилищного муниципального фонда сотруднику Роспотребнадзора. В последствии его семья не без помощи первого заместителя приватизировала жилье. Москалев обвиняется в превышении должностных полномочий. Как заявляют в Следственном комитете, его противоправные действия нарушают права и интересы граждан, которые стоят в очереди на получение жилья. Напомню, ранее в отношении Москалева было возбуждено аналогичное уголовное дело. Тогда он передал муниципальную квартиру бывшему начальнику Балашовского отдела полиции Алексею Маликову. Свою вину чиновник не признал. В данный момент Александр Москалев отстранен от должности. Саратовская область в лидерах по жалобам на коллекторов. Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Организация проанализировала ситуацию и составила рейтинг обращений по поводу действий коллекторов. Саратовцы в этом списке оказались на 10 месте. А больше всего обращений поступило от москвичей. Чаще всего люди жаловались на непрофессионализм и неэтичное поведение. Угрозы, порчу имущества, грубость. Всего в ассоциацию поступило 442 обращения. 11 из них от жителей Саратовской области. Погоня со стрельбой. В Пугачевском районе сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам шестерки, чтобы остановить ее. Машина привлекла внимание патруля своей странной манерой движения. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал указания. Он прибавил скорость и попытался скрыться. В процессе погони совершал опасные маневры на дороге. В конце концов, полицейские были вынуждены открыть огонь по правонарушителю. Причем предупредительный выстрел не помог. Только после стрельбы по шинам шестерку удалось остановить. Проведенная медицинская освидетельствия подтвердила состояние алкогольного опьянения у правонарушителя. В отношении него составлены протоколы административного правонарушения по ст. 12.8, ч. 1 и ст. 19.3, ч. 1 КОАП РФ. По решению суда ему может грозиться административный арест до 15 суток, крупный денежный штраф и лишение права управлять транспортным средством сроком до двух лет. Напомню, сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды под названием «нетрезвый водитель». Последний из них прошел в минувшие выходные. Из почти 200 остановленных водителей 16 оказались в состоянии алкогольного опьянения. Четверо из них уже были лишены водительских прав. В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, возбуждены уголовные дела. Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения в службу 102. В редакцию информационного агентства «Взгляд.Инфо» обратилась жительница Саратова Велина Ткачева. Она рассказала, что стала жертвой вооруженного нападения со стороны неуравновешенного автолюбителя. Инцидент произошел 17 марта в Мирном переулке у лицея номер 37. По словам женщины, она припарковалась на обочине дороги, включив аварийку. В этот момент из автомобиля Нива к ней подбежал мужчина с ножом в руках. Женщина успела заблокировать двери. Нападавший несколько раз ударил ножом в левое переднее колесо машины, проколов его. Ширина пореза составила 28 мм. Говоря о возможных причинах агрессии, женщина отметила, что никаким образом не мешала ему проехать и стояла на своей полосе. В настоящее время расследованием случившегося занимается отдел полиции Фрунденского района. Эвелина Ткачева надеется, что ее обидчик не сможет избежать ответственности. А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Полина, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Анна. Я начну с массовой аварии, которая произошла сегодня в Ленинском районе Саратовом. ДТП случилось на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Деловая. Там столкнулись автомобиль Деонексия и микроавтобус «Газель», в который после еще и врезался Киа Спортедж. От удара Деонексия развернула поперек полосы. Три человека получили телесные повреждения. Двое были госпитализированы. В центре Саратова сегодня столкнулись трамвай и полицейская машина. ДТП, по сообщению очевидцев, произошло в Мирном переулке. Трамвай неудачно повернул с улицы Советская и задел полицейский автомобиль. Двигались ли стражи порядка с проблесковыми маячками, неизвестно. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД, по данному факту будет проведена проверка. В ДТП никто не пострадал. В Балакове Саратовской области пешеход получил тяжелые травмы, когда переходила проезжую часть по зебре. ДТП случилось на улице Красноармейская. По предварительным данным, 27-летняя девушка, управляя Рено, нарушила правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Иномарка сбила 75-летнюю женщину с травмами, пострадавшую госпитализировали в больницу. В Татищевском районе Саратовской области в дорожной аварии пострадала 45-летняя женщина. Женщина ДТП случилась на автодороге Нижний Новгород-Саратов. По предварительным данным, 36-летний водитель минивэна Хёнде Гранд Старекс, регистрационный номер Московской области, не справился с управлением. Иномарка выехала в Кювет и опрокинулась. В аварии травмы получила пассажирка Хёнде. Ее госпитализировали в лечебное учреждение. И о пожарах. Один из них случился в Октябрьском районе Саратова по адресу 3-й поперечный проезд, дом 12. Прибывшие на место происшествия спасатели устранили возгорание и успели эвакуировать пострадавшего. Им оказался 45-летний мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения и уснул на диване с непотушенной сигаретой. Всего за минувшие сутки в Саратовской области ликвидировали 5 возгораний. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Полина. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Травмоопасная придомовая территория. Тревожные сообщения поступило к нам в редакцию. Жильцы дома 75А по улице Степана Разина жалуются на опасное для людей состояние своего двора. Ямы на разбитой дороге становятся порталом в травмпункт. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дворнадзор». Мы все как птички с кочки на кочку. Ежедневной зарядкой, выходя из подъезда, жители дома 75А по улице Степана Разина занимаются уже несколько лет. Прямо от крыльца на их пути не дорога, а полоса препятствий, преодоление которой для многих заканчивается не только неприятностями, но даже травмами. Вот из-за этого подъезда женщина вышла, сломала позвоночник. Упала, сломала. В этом году она сломала себе ключицу, упала. Потому что тут вообще не мысль, когда лед, наледи, не знает, как идти. Ни тротуары, ни дорога во дворе двух домов по Степану Разина не ремонтировались уже десятилетиями. В прошлом году глубокие ямы, говорят жители, присыпали асфальтовой крошкой. Но после зимы от нее практически ничего не осталось. В этом году во дворе запланирован ремонт асфальтового покрытия и замена бордюров буквально от крыльца до выездных ворот. Но прежде чем ремонтировать дорогу, говорят жители, нужно решить вопрос коммуникации, которые проложены под землей. Теплосети, они все это вскрыли, когда случилась проблема. Восстановить они толком это ничего не восстановили. И там вот сейчас ужасные ямы. Въезд там прямо вот насквозь проваливало. Жители сами все это засыпали, потому что невозможно ездить машинами, машинами езжать. Поэтому мы вот к администрации обратились с просьбой, чтобы они, ну и соответственно, вышли на теплосети, чтобы сделали ревизию и после того, как нам положат асфальт, чтобы этой проблемы больше не было. Еще одна просьба от родителей самых маленьких жителей дома. Молодые семьи двух-пятиэтажек еще в прошлом году смогли порадоваться новой детской площадке. Здесь уже установлены новые качели, карусели и горки. По словам жильцов, единственное, чего не хватает, так это хорошего покрытия и спортивного инвентаря для более взрослых. Ребенок на площадке, а мы в это время там тренируемся, занимаемся спортом тоже. Было бы очень здорово. Я вот видел, в детском парке есть, на набережной. И вот наподобие что-то, если было бы, было бы очень здорово. Жители и сами готовы помочь в благоустройстве. После того, как двор отремонтируют, здесь уже запланировали установить цветочные клумбы и засеять газоны. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. Напомню, в Саратове снова намечается большой ремонт во дворах. В этом году в список попали 111 адресов. Как там будут проводиться работы, о плюсах и, возможно, недочетах, расскажут журналисты Саратов-24. Наш телеканал возобновил рубрику «Двор-надзор». Мы будем следить за развитием событий. Ну а если вы уверены, что и в вашей придомовой территории срочно необходим ремонт, оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. И присылайте фото и видео нам на почту. инфо собакосаратов24.tv Все эти материалы лягут в основу наших сюжетов. 50 памятников культурного наследия отремонтируют в этом году. Среди них дом купца Степашкина, это бывшее кулинарное училище, доходный дом Багаева на Московской и другие объекты. Масштабный проект по реконструкции стартовал осенью прошлого года. Было отремонтировано примерно столько же объектов. Однако уже сейчас привести примеры удачной реставрационной работы специалисты могут не всегда. В Саратове нет достаточного количества специалистов, способных справиться с подобными задачами на достойном уровне. Пытаются и экономить, в частности, вместо натурального гранита используется пластик. А изменение этажности зданий создает неудобства для жителей. Какие архитектурные памятники отремонтированы по технологиям конца 19 века, начала 20 века и в точности воспроизводят старинный облик? А какие рискуют разрушиться и портят облик города? Поговорим об этом с гостем нашей студии, заведующим кафедры экспертизы и управления недвижимостью СГТУ Яковом Стрельцыным. Смотрите программу «Прямая речь» сегодня в 2020, сразу после нашего вечернего информационного выпуска. Жвачка опасная для жизни детей. Компания «Ригли» отзывает часть своей продукции. Подробнее о причинах такого решения, а также о других новостях страны, смотрите в дайджесте событий. Специалисты зафиксировали в России новый способ хищения денежных средств. Это вирус, который проникает в банкоматы и настраивает их на выдачу всех крупных купюр тому, кто введет определенный код. При этом до получения денег злоумышленнику не нужно оказывать никакого физического воздействия на банкомат. После того, как вирус сработал, мошенник приходит под видом обычного клиента, желающего снять наличные с карты. Специалисты отмечают, что пока нет никакого прямого способа борьбы с вирусом. Можно лишь усилить общую безопасность. В Минпромторг страны поступило предложение об ужесточении механизма продажи поддержанных автомобилей с рук. Разработчики считают, что нововведение повысит безопасность дорожного движения. Если предложению дадут код, процедура купли-продажи машин вне автосалонов будет происходить следующим образом. Владелец должен отогнать авто на станцию технического обслуживания, где специалисты осмотрят транспортные средства и выдадут заключение о его состоянии. Без соответствующей справки машину нельзя будет переоформить. Автором инициативы стали эксперты Ассоциации автомобильных дорог России. Министерство промышленности и торговли страны сообщило, что готово к рассмотрению данной инициативы. По мнению сотрудников ведомства, новшество не только обезопасит дороги, но и станет регулирующим фактором цен на вторичном рынке автомобилей. Компания «Ригли» приняла решение об изъятии с продажи жевательной резинки «Файв», на упаковке которой содержатся призывы к различным действиям. Акция «Правда или действие» началась в январе 2017 года и была рассчитана на два месяца. Цель этой всемирно известной игры – получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Они были разработаны до появления тревожащего контекста в России, с учетом которого некоторые из них были восприняты потребителями неоднозначно. Ранее сообщалось, что на Сахалине изымают из продажи жвачку с игрой «Правда или действие» из-за угрозы для детей. Прольется ли финансовый дождь на саратовский спорт? Футбольный клуб «Сокол» планирует получить из областной казны 32 миллиона рублей. Это самая большая сумма, которую выделяет Министерство молодежной политики, спорта и туризма в рамках бюджетных грантов. Также на деньги из казны претендуют еще несколько команд. Среди них и баскетбольный клуб «Автодор» – 26 миллионов рублей, волейбольный клуб «Протон» – 16 миллионов. Более скромные суммы ожидают получить команды «СГАО Саратов», «Дельта» и «Волга Саратов». Всего областное правительство готово потратить на саратовский спорт 92 миллиона рублей. Правда, условия выделения гранта – софинансирование. Пакет документов грантополучатели должны предоставить в Минспорта до 27 марта. Получат ли все претенденты бюджетные средства, станет известно в апреле. А вот хоккейного клуба «Кристалл Юниор» в списке грантополучателей нет. Хотя деньги ему необходимы как никогда. «Кристалл» имеет долги. Волейбольный энергетик также не в претендентах. Хотя этот клуб участвует в чемпионате России. Стал известен состав сборной Саратовской области на чемпионат России по подводному спорту. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 12 по 17 апреля. Регион представят пять спортсменов. Команду возглавят бронзовый призер Кубка России 2017 по плаванию в ластах Светлана Голохвастова и финалист первенства России 2016 Александр Широкий. По итогам соревнований определяют двух победителей в разных дистанциях. Они уже поедут на чемпионат Европы, который состоится в Польше в июле. Нужно отметить, что год назад Саратов на чемпионате России представляли всего два наших земляка. Проявили свои творческие способности. Жители Пугачева приняли участие в параде достижений «Огней так много золотых». Этот масштабный культурный проект запустили Министерство культуры Саратовской области и областной центр народного творчества имени Руслановой. Смотр номеров, которые могут представить все, кто связан с творчеством, пройдет более чем в 30 районах области. Чем удивляли жюри жители Пугачева, расскажет Мария Смирнова. Неожиданно. Фойе Пугачевского дома культуры демонстрирует талант гастрономии. От стандартного хлеба с солью здесь отказались в пользу вареных раков. Мы раками вас и встречаем. Почему? Потому что речной рак является брендом нашего города и нашего района. И речной рак он поставляет у нас даже в рестораны города Москвы. Впрочем, выставка пугачевских брендов, здесь и глиняные фигурки из поселка Солянский, и травяные куклы-обереги из Таволушки, все же не обошлась без хлеба. Им знаменит поселок Селезниха. Но, кажется, от хлеба и к зрелищам проще перейти, тем более, когда за сценой ждут такие яркие артисты. В нашем костюме, в нашем образе присутствует много красного цвета. Красный цвет – цвет огня, который передает всю энергетику вот именно болгарского народа, так как танец у нас тоже очень огненный. Говорят, в зрительном зале сегодня будет жарко. И не только от их зажигательного танца. Лучшие номера подготовили специально для смотра конкурса «Парад достижений». Соревнуются не только между собой, но и с артистами из других районов. Чтобы выиграть, коллектив «Гранд Па» практически растворяется на этой сцене. Это же эмоциональный взрыв. Это так здорово ощущать то, что ты только что отдал всего себя на сцене. Очень переживали, потому что дыхание. Мы должны улыбаться, потому что зрители любят улыбку. И мы должны позитивные эмоции дышать. Вы понимаете, мы танцуем, поднимаем ноги, улыбаемся. И через вот эти щели между зубами, можно сказать, мы дышим. Потому что через нас просто дышать невозможно. Жюри пытается зафиксировать лучшие номера. Уже сейчас понимает не то что на сцене, но подведение итогов. Вот где будет жарко. Здесь уже начинается действительно настоящая битва, бойня. И иногда нам приходится и в записи пересматривать номера, и приглашать дополнительных членов жюри, экспертов, которые помогли бы нам определить именно победителя. Такой заметный рост конкурсантов даже из небольших сельских домов культуры местные чиновники объясняют так называемым шефством. Артисты из районного центра ездят по селам, дают мастер-классы, тем самым повышают культурный уровень местных жителей. Появились хоры в тех домах культуры, где их давно не было. То есть хоры, восстановились хоры. Где-то около 30 человек, когда хор выходит в сельском доме культуры, это было очень радостно. Когда подтягивается среднее поколение участников, это мужчины идут, подтягиваются и дети. Мы в первый раз на концерте, и вначале он просто замер. Я спрашивала потихоньку, сынок, тебе нравится? Да, мама, нравится. Особенно локальные, народные песни. Танцы, конечно, очень понравились. И когда выступление детей, это самая бурная реакция. Сынок, как тебе понравился концерт? Вот такой. Я даже мог потихоньку петь. Долгоиграющий мотив парада достижений. Его итоги подведут только в ноябре. Лучшие артисты выступят на галоконцерте. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Завели несколько полезных для всех традиций. Помогать, понимать, создавать, выявлять таланты. Всем этим занимаются сотрудники пенсионного фонда. Они проводят лекции о пенсионном законодательстве, занимаются развитием социальных и культурных проектов. О пользе такой работы узнала Полина Попенец. Все подробности в ее репортаже. Мы расскажем вам все вопросы, которые есть сегодня. Ничего не скроем. Я уже об этом начал говорить. Ничего не скроем абсолютно. На расширенном совещании в Вольске больше сотни представителей общественных организаций, руководителей предприятий, глав администрации муниципальных образований района и депутатов обсуждают часто задаваемые вопросы жителей. Среди них накопительная пенсия, перевод граждан на банковскую карту МИР, а также перерасчет страховой пенсии. Перерасчет пенсии, об этом мы говорим в 2014 год. Возможно, пенсионер, который пенсия назначена, с учетом 1 января 2015 года новой пенсионной системы, это включаются нестраховые периоды по уходу за детьми, за старшим поколением и службу в армии. Пожалуйста, пишите заявление, приходите. Приезжая в какой-либо район области, сотрудники пенсионного фонда работают сразу на нескольких площадках. О пенсионном законодательстве из уст профессионалов узнают и студенты Вольского медицинского колледжа. Рассказывают ребятам об основных требованиях для начисления пенсии, чтобы уже сейчас учащиеся могли знать свои права. Самые основные требования, в общем, это нужно официально работать, а потом стаж не менее 15 лет. Для руководства пенсионного фонда приезжать в города области, чтобы разъяснить людям изменения и нововведения в законодательстве, уже традиция. Такая же, как и развитие социальных проектов. Например, при поддержке ПФР в оздоровительном комплексе «Волжские зори» в прошлом году решили проблему с отоплением и полностью отремонтировали для старшего поколения бассейн. Пассейн вот, молодцы. Вот как вы говорите. Бассейн хороший, здорово. Маленькая. Нужно, чтобы во всех центрах были. Еще один социальный проект, который поддерживает ПФР – фестиваль «Пенсионный фонд территория талантов». В третьем отборочном туре участвуют специалисты управления фонда, а также старшие поколения из Союза пенсионеров России. Творческие номера показали участники из Хвалынского, Воскресенского, Вольского районов и Затоши-Ханы. Отдельная слава и благодарность Александру Сергеевичу Романову, нашему управляющему пенсионному фонду, за то, что именно по его инициативе, при его поддержке, при его организации вот такие фестивали стали доброй традицией в Саратовской области. Когда я смотрю, как работает социальный проект, в котором участвует Пенсионный фонд России и правительство Саратовской области, во главе с Саратами Валерия Васильевичем, просто радость на глазах. Мы увидели отдачу реальные, пусть небольшие средства, но они вложены в развитие долголетия нашего старшего поколения. Традиционно жюри для участия в гала-концерте отобрали лучшие творческие номера от каждого района. Специальный приз за творческое долголетие вручили самой старшей по возрасту 83-летней Эмме Авдониной. Поощрительные призы получили и самые юные участники конкурса. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. И к этому часу у меня все. Далее эфир продолжит программа «Прямая речь». Хорошего вам вечера и до скорой встречи в эфире. Выпуск новостей выходит при поддержке сети аптек «Вита». КОНЕЦ